Многие годы вопрос о содержании пешеходной дорожки между ТРК «Слава» и ДК «Кирова» оставался открытым. Первыми шаги сделали друзья Копейска, инициативная группа граждан. Они установили здесь большие бочки для сбора мусора и сами их очищали и вывозили. Сейчас же этим будет заниматься управление благоустройства города. Только вот за ведомством закреплена всего лишь небольшая часть участка шириной в 2 метра вдоль тротуара. Уйти вглубь не получится, так как там начинается частная территория. Поэтому сейчас в эти 2 метра у нас входит уборка деревьев, которые мешали движению пешеходов. Заросли все будут убраны, но это вот на той территории, которая сейчас за нами закреплена. Для удобства горожан будут установлены скамеечки и урны, соответственно. Тротуар пока не ремонтируется, так как финансирование ограничено. Но это только начало реконструкции данной территории. Так что надеемся, что дальше будут продолжены работы. Жители новость о благоустройстве в основном восприняли позитивно. Хотя, конечно, многие высказались о том, что участок в самом центре города хотелось бы привести в порядок целиком. Как считаете, здесь вообще нужны лавочки, урны? Нужны, очень нужны. Здесь очень много грязи, не убирается ничего. И вечером как-то страшновато ходить, а так вот сделают, все хорошо будет. Очень хорошо. Тут иначе пройти было плохо здесь. Все заросло пустами. Что бы вы здесь хотели видеть? Ну, зелень, конечно, вот эти все трещобы убрать и насаждение сделать культурное. И хорошую дорожку. Здесь планируют поставить чисто скамейки и урны. Они здесь нужны? Отлично для нас, для пенсионеров, посидеть. Что бы вы здесь хотели видеть на этой территории, на этой пешеходной? Рядом парк обязательно. Сейчас здесь хотят сделать такую зону, поставить скамеечки. Туда вглубь не уходит, буквально два метра, вот скамейки, урны. Нужно это здесь? Мне кажется, нет. Потому что, во-первых, рядом проезжая часть, загазованность высокая. Куда-то надо углублять их, рядом не надо. На данный момент часть деревьев уже убрана, но не вывезена с территории. По словам начальника управления благоустройства, это будет сделано после того, как завершат обрезку. А 10 декабря обновленная пешеходная зона должна быть полностью готова.